Начинай с тем, что есть. Очень многие люди на пути к успеху стоят на пороге, то есть не делают и первого шага, потому что они находятся в иллюзии, что им недостаточно ресурсов для того, чтобы начать. Недостаточно знаний, недостаточно денег, недостаточно времени, недостаточно связей. Чего-то, вот чего-то все время не хватает для того, чтобы сделать этот первый шаг. Очень многие люди, которые не знают основ бизнеса, они говорят, нужен стартовый капитал, у меня его нет, но при этом не могут внятно ответить на вопрос, какой объем этого капитала нужен, во-первых, а во-вторых, какие еще способы, кроме собственного капитала, существуют для того, чтобы начать бизнес. Я таким людям рекомендую начинать с тем ресурсом, что есть, хоть что-нибудь делать, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь стартовать и так далее. У меня нет гениальной школы английского языка, поэтому не могу учить английский. Скачай приложение на планшет или телефон, приложение бесплатное, в котором есть упражнение, помогающее развивать английский язык. Начинай хотя бы с этим. Чтобы начать бизнес, нужен огромный стартовый капитал. Окей, пойди, пока зарегистрируй юридическое лицо. Ты уже сделаешь первый шаг, и в твоем мозгу метка будет. Дело начато, начало положено, дальше будет двигаться проще. Начни изучать хотя бы, ты планируешь переехать и жить в другом городе или в другой стране. Ой, для этого мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Начни хотя бы изучать через интернет. Ты можешь съездить хотя бы на время, посмотреть, оглядеться, разобраться, как что работает, где что находится и так далее. Начинай с тем, что есть, подтягивая ресурсы в процессе. Этот базовый принцип подходит не для всех ситуаций. Бывают такие, в которые стартовать без существенного ресурса, бессмысленно, но у таких подавляющее меньшинство. В большинстве случаев этот принцип сдвинет вас с мертвой точки.